Будовництво нового металлопракатного завода у Мёрах чекали, як манны небесные. Про его писали мясцовые и столичные газеты, поведомляла телебачення. Эта тема мерковалась у высоких кабинетов. И вот завод побудованный, а продукции не выпускает. Чему? Новый завод мог бы развязать проблему працовных мест у Мёрах, что означали и простые люди, и высокое начальство. Для Мёра это, конечно, будет хорошо. Будет создано дополнительно 600 рабочих мест. Рабочие места и прочее. Транспорт, торговля, всё. Будовництво начали в 2015 годе и плановали закончить не позднее за 2019. Такие серьёзные объекты за один день не делаются. Технология, строительство, всё соблюдается, всё очень жёстко. Огромная стоимость строительства, где-то около 200 миллионов евро в месяц с оборудованием. Будовля затягнулася ещё на год. И в 2020-м будовничая праца в основном были скончены. Предприемство в Мёрах побудовали куда худшей за больницу, на узведение якой пайшло боль за 30 годзи. И навыц запустили вытворчасть. Як у нас принято, да гадавины большавицкая перевороту. Каб запустить завод на полную магутность, керавництво предприемства чекала головная керавника. Узгадняли маршруты, репетавали посадку вертолёта. И навыц у думках не могли допустить, что на наступный день посадят их самих. Такие объекты за один день не робятся, казаў Мёрзкий начальник. А вось гробятся за один день так декладно. Видак, лукашэнковцы сайт завода не так заразумели. Там было сказано про дрессировочный станок частку технологий, а ины про керавников предприемства подумали. И затрымали их. Капляхчей было завод однять во владальников. Круто, просто жесть. Писала про завод головная газета краины. Вось жесточайше и загадав, жесточайше разобраться. А гэта он умеет. Всех поднож. Всех до единого. Вось и пайшло подножусь у керавництва нового заводу. Не узапавец само предприемство пойдет. Пакуль беларусских рабочих закликают до забастовки, у мёрах забастовку організовала сама влада. Предприемство не працює уже больше за 4 месяца. Забастовка! Забастовка! Хача на сайте мёрзкая рыбы конками инвесторам обіцают золотые горы, у реальности их чекает разбитая карита. Складывается уражение, что гэта записка, якая валялася на автостоянце каля заводу, была призначена на самречні нахабному владальнику аута, а минавито инвесторы. Не треба було тут ставять завод, бо знайшіся валки, які захотели його одобрать. Мы не ведаем декладно, что на самречі отбылось на мёрзкім предприемстве і чому там затримали керавництва. Але гэта ситуація к Магалепі паказыває замежным инвесторам, что их чекає у Беларусі. Змитер Лупач, Белсад.